Как же можно на празднике, на празднике юмора обойтись без женщины? Тем более, что эта женщина замечательная во всех отношениях. Она писатель, член Союза писателей, автор нескольких книг, рассказов и популярных художественных фильмов. Совсем пропащий, джентльмены удачи, мимино, шла собака по роялю. Виктория Токарева. Как такая очаровательная женщина сумела стать серьёзным писателем, заработать несколько серьёзных премий и даже две таких, как две премии «Золотого телёнка»? Для меня комплименты гораздо дороже, чем премии, поэтому большое спасибо. Второй вопрос. Странный несколько. Любите ли вы получать подарки? На вашем месте, Саша, я бы этот вопрос без подарка не задавала. Виктория, некоторое время тому назад я написал на вас пародию. Разве это не подарок? Это не только подарок, но и большая честь заслужить пародию от самого Иванова, но это было очень давно. Хорошо, но Виктория Токарева продолжает писать, так что есть надежда на новую встречу. Всё-таки вернёмся к подаркам. Из какого ассортимента вы предпочитаете подарки? Я предпочитаю подарки дефицитные. В начале года зимой мне подарили скатерть-самобранку. С тех пор я по магазинам не хожу, возле плиты не стою и постоянно собираю в доме гостей. Гости садятся вокруг стола, спрашивают. Это что? Омары, говорю. А это? Устрицы, говорю. Дары моря. Что касается меня, я не люблю ни омаров, ни устриц. От них пахнет тиной. Меня привлекают дары леса, особенно земляника. Она такая крупная, сухая, пахнет лесом, землёй и солнцем. И положена не в вазу, а в берестяной плетёный туисочек, как будто только что собрали и поставили на стол. У меня появилась возможность часто видеть в доме своих друзей, а это так славно. Весной мне подарили сапоги-скороходы. Сапоги — это не то, что ковёр-самолёт. Ковёр надо сначала затаскивать в лифт, потом выволакивать из лифта, стелить посреди двора. Когда ковёр летит, он колышется, и с него очень легко скатиться, не говоря уже о том, что в него постоянно набивается пыль, и его надо раз в неделю выколачивать. Сапоги — совсем другое дело. Подожмёшь на ногах пальцы, чуть-чуть напружинишь икры, и ты уже летишь. Шаг — метро-университет. Ещё шаг — метро Кропоткинская. До редакции литературной газеты с Ленинского проспекта я добираюсь за семь шагов. Но это ещё не всё. Когда отрываешься от земли и летишь в медленном шаге, то как бы заряжаешься счастьем. И так славно на душе. Как будто невидимый дирижёр машет палочкой и звучит в груди тихая музыка. Придёшь в клуб «12 стульев» — администрация скажет «не пойдёт». Это не газетный материал. А мне хоть бы что. Не пойдёт, так не пойдёт. Стоит ли огорчаться по пустякам, когда жизнь так прекрасна. А лето мне подарили электрическую пишущую машинку. Включившую в розетку. Сама печатает. Гениальное произведение. И что характерно, сразу два варианта. Один основной, другой отредактированный. Придёшь в редакцию, скажут «надо доработать». А ты им тут же второй вариант. Доработали. За месяц машинка напечатала два романа, пьесу, четыре киносценария. Романы в традиционном стиле, а пьесы в иронической интонации. Вот так весь год и живу. Всё улыбаюсь, да улыбаюсь. Надоело. Человек не может жить без трудностей. Вот кончится год. Отнесу машинку в ремонт. Сапоги в починку. Скатерть в стирку. Пусть и спит.